Добрый день, уважаемые зрители канала «Двигатели Дуйнова». 30 июля проект «Соволмаш» переходит на 14 этап финансирования. Осталось несколько дней, самое время вспомнить основные события проекта, которые произошли на 13 этапе, который, напомним, стартовал 1 апреля. Московская госэкспертиза проектной документации инновационного центра «Соволмаш» продолжалась четыре с половиной месяца и успешно завершилась 18 мая 2020 года. Это событие ключевое в истории проекта, поскольку оно значительно приблизило «Соволмаш» к началу строительства проектно-конструкторского бюро. Чтобы уникальный и сложный объект прошел все переградические препоны, необходима была мобилизация всех сил компании. Получив положительное заключение госэкспертизы, команда «Дуйнова» подтвердила свой профессионализм. Компания «Соволмаш» стала обладательницей ценной документации, выверенного до мелочей проекта инновационного центра. Для получения разрешения на строительство нужно было пройти еще несколько проверок в других учреждениях, что прошло гораздо быстрее, чем госэкспертиза. Свои положительные заключения «Соволмаш» выдали комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и Роспотребнадзор. 15 июля на площадке номер 16 Валабушева, которая является участком «Соволмаш» и находится в особой экономической зоне «Технополис Москва», начались работы по возведению строительного городка. На первой фазе строительства необходимо будет также сформировать контрольно-пропускной пункт, помывочный пункт для техники, провести коммуникации на участок, обеспечить водоснабжение, горячей и холодной водой, электроснабжение, пункты приема пищи, протянуть интернет и так далее. Процедура регистрации товарного знака началась год назад, в июле 2019 года, когда была подана заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В марте 2020 года было получено свидетельство, согласно которому товарный знак «Соволмаш» представляет собой упрощенную схему совмещенных обмоток «Славянка», состоящую из трех векторов разных цветов. Красный, зеленый и желтый символизируют фазы тока в соответствии с ГОСТом. Для потребителя товарный знак на продукции является гарантией ее качества и подлинности. В компанию «Соволмаш» прибыл сушильный шкаф для сушки пропитанных лаком обмоток, которые будут использоваться в двигателях Дуйнова. Эта машина позволит ощутимо повысить производительность труда персонала. Кроме того, в «Соволмаш» доставили общепромышленные двигатели 132-го габарита для модернизации по технологии «Славянка». Моторы прошли тестирование в лаборатории, где они будут использоваться после перемотки, сообщим позже. Компания Виктора Арестова подготовила к производству новый двигатель DA112S, модернизированный по технологии «Славянка». Электромотоцикл, на котором его установят, будет свободно передвигаться на скорости свыше 100 км в час. Максимальная скорость составит 130-150 км в час. На электробайке установлена батарея с большей емкостью, благодаря чему дальность поездки без подзарядки будет не менее 200 км. Моторсаммит – это известная международная конференция в отрасли машиностроения. Осенью этого года она будет проводиться в десятый раз и соберет ведущих представителей сферы машиностроения, признанных экспертов, разработчиков стандартов отрасли и политических деятелей, которые будут обмениваться опытом, деловыми контактами и обсуждать самые насущные проблемы отрасли. Конференцию проводит организация, которая играет ключевую роль в принятии решений по вопросам энергоэффективности на мировом уровне. Сувалмаш будут представлять Виктор Арестов и еще несколько участников. Компания презентует на мероприятии моторы собственной разработки. Участие в Сувалмаш конференции такого уровня – это свидетельство интереса технологии совмещенных обмоток в профессиональных технических кругах и возможность громче заявить о славянке на весь мир. 27 июня прошло масштабное онлайн-событие, приуроченное к трехлетию компании. Solar Group Invest Conference 2020 посмотрели более 10 тысяч зрителей. Трансляция велась через YouTube на семи языках. Перед зрителями выступали эксперты в области инвестиций, первые лица и самые успешные партнеры Solar Group. Они поделились опытом и конкретными инструментами ведения бизнеса, сообщили последние новости проекта и планы компаний. Организаторы провели для участников конкурсы и розыгрыши с денежными призами. 11 июля в Бенине открылось 10-е в мире национальное представительство компании Solar Group. В честь этого в Катону прошла международная конференция с участием первых лиц компании по видеосвязи – инвесторов и партнеров из Бенина. В преддверии мероприятия в течение апреля, мая и июня национальный представитель Solar Group Жиль Вебер вместе с ведущими партнерами провел более 40 живых встреч презентаций проекта. На них суммарно побывало около 400 жителей Бенина. Не только инвесторы и партнеры проекта, но и новички, которые интересуются инвестициями в российскую технологию. В Словении проживают около 300 инвесторов проекта, и для каждого из них важно получать новости и пользоваться личным кабинетом на родном языке. Для их удобства в апреле 2020 года личный кабинет стал доступен на славянском языке. Долгожданное событие произошло и для англоговорящих инвесторов и партнеров проекта. 15 апреля прошел первый в истории проекта вебинар на английском языке. Спикером эфира стал партнер Solar Group Дмитрий Максименко. Вебинары о проекте на английском языке проходят теперь регулярно. Вся информация о деятельности компании теперь собрана в одном месте. Сайт будет полезен людям, которые интересуются краудинвестингом, партнерам Solar Group и проектам, которые нуждаются в финансировании. В каталоге магазина представлен широкий ассортимент товаров с логотипами Solar Group от футболок и толстовок до прототипных зарядных устройств и флагов. Инвесторам они будут напоминать о проекте двигателя Дуйнова и перспективах инвестирования Solar Group. Партнеры найдут в магазине промо-товары для деловых переговоров, конференций, подарки для друзей и коллег. Заказы доставляются по всему миру. 30 мая 2017 года был объявлен старт финансирования проекта, а 1 июня проведен первый в его истории вебинар. На сегодня больше двух третей от запланированного количества этапов позади. За три года двигатель Дуйнова превратился в международный проект, которому доверяют более 26 тысяч инвесторов. Мы благодарим вас за поддержку проекта и напоминаем, что сейчас крайне удачное время поддержать проект своими инвестициями. 29 июля последний день 13 этапа, на котором купить инвестиционные доли можно по более выгодному дисконту. Кроме того, только до конца 13 этапа у вас есть возможность увеличить свои инвестиционные пакеты по дисконтам тех этапов, на которых они были приобретены. С 30 июля такой возможности больше не будет. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, будьте в курсе. До новых встреч!